Я приехал в Индиану, в США, чтобы прыгнуть с парашютом. До полета оставалось время, пилот еще не пришел. Я просто ходил по клубу, рассматривал фотографии, читал отзывы и все такое. Этот клуб существует уже более 30 лет, и у него хорошая репутация. Я спросил, сколько людей у вас погибло? Мне ответили, только 17 человек. За последние 30 лет всего 17 человек. Я сказал, хорошо, значит, стать 18-м сегодня шансы невелики, но это возможно. Это возможно. Потом появился пилот, извинился за опоздание, быстро переоделся и в тропях начал готовиться к полету. И я подумал, а что если человек, который паковал парашют, тоже опоздал и все делал в спешке? И в итоге я выпрыгнул без парашюта. Что ж, даже если с ним, обратной дороги уже не будет. И сразу вопрос, раскроется или нет? Только одно кольцо. Вот и все гарантии. Всего одно кольцо. Надо потянуть вот так. Нельзя просто дернуть разок, чтобы проверить, потому что парашют сразу раскроется. Тестирование не предусмотрено. Предполагается, что вы доверяете тому, кто вязал узлы, и верите, что он сделал все правильно. Мы не знаем, может, он делал это в первый раз в жизни. И вот этот старый, расшатанный самолет поднялся на 4000 метров. При полете самолет издавал такие ужасные звуки, что захотелось поскорее выпрыгнуть, лишь бы не оставаться внутри. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Отлично, хорошая работа. Отличный прыжок. Это замечательно, почему бы вам всем не попробовать? Однажды Шенкаран Пилай приехал в Огайо, в Америку, чтобы научиться прыгать с парашютом. Перед прыжком инструктор сказал ему. Когда сочетаю до трех, потяни кольцо. Только одно кольцо. Запасного не было. Только одно кольцо. Тогда Шенкаран Пилай спросил. А если парашют не раскроется, сколько у меня останется времени? Инструктор ответил. Вся жизнь. Вся оставшаяся жизнь. Такова природа жизни. Вся ваша жизнь происходит сейчас. Вам нужно дышать сейчас, есть сегодня, пить воду сегодня. Вы не можете надышаться про запас, не так ли? Когда вы прекратите делать все это, в ту же минуту жизнь начнет угасать. Не нужно верить мне на слово. Убедитесь сами. Попробуйте сделать так со своей жизнью. Дальше буду жить без воздуха. Я дышал все эти годы. Хватит на всю оставшуюся жизнь. Попробуйте. И тело сразу же скажет вам. Ты что делаешь, идиот? Скажет или нет? О нет, я так сильно ее люблю. Она ушла от меня. Я хочу умереть. Попробуйте. Тело говорит. Черт с ней. Я хочу жить. Вот что она говорит. Мои акции рухнули, я потерял все свои деньги, я хочу умереть. Попробуйте. Жизнь отвечает. К черту твои акции. Я хочу жить. Да или нет? Вы привержены жизни или смерти? Вот в чем вопрос. Потому что жизнь очень коротка, но смерть длится очень долго. Люди, которые умерли, умерли надолго. Не так ли? Люди, которые жили, прожили не так много лет. Долгой жизни не существует. Когда человек страдает, то у него долгая жизнь. Но иначе долгой жизни не существует. Где она? Даже я старею. Да? Разве у того, кто полон сил, радостен и вовлечен, будет долгая жизнь? Это чертовски короткая жизнь. Да или нет? Я благословляю вас на короткую жизнь. Не в смысле времени, но в смысле опыта. Я благословляю вас на crоте. Продолжение следует...